Детские сказки, учебные пособия и классическая русская литература. Более трех тысяч книг собрали ученики из Ульяновска совместно с Российским движением школьников. Совсем скоро вся эта литература отправится детям на Донбасс. В Ульяновской области завершилась акция по сбору книг для детей Донецка и Луганска «Дети детям». Принять участие в ней смогли все желающие. С 2014 года на территории Украины были запрещены российские издания и российские писатели. Многие дети Донбасса долгое время не имели возможности держать книги в руках, знакомиться с детской классической литературой. Чтобы восстановить историческую правду и справедливость, было принято решение собрать и направить детям ДНР и ЛНР книги отечественных писателей и поэтов. Данная акция проходила на территории всего региона. В каждом муниципальном образовании были созданы пункты, куда мог каждый желающий принести книги. Сегодня ребята российского движения «Школьника» упаковывают, собирают книги для отправки детям, находящихся в Донецкой и Луганских республиках. Акция проводилась российским движением «Школьников» вместе с Федеральным министерством просвещения. Участник российского движения «Школьников» Кирилл Зорин любит читать русскую классику 19 века. Старшеклассник рассказал, что все его друзья приняли участие в акции и передали книги для детей Донбасса. Я сам принял участие в этой акции, принес несколько книг и хочу хоть как-нибудь помочь детям из ЛНР и ДНР, чтобы у них там царил мир. Другая активистка российского движения «Школьников» из Ульяновска Ангелина Саушкина помогает упаковать собранную литературу и отправить ее на Донбасс. Книги – это как маленькая сказка, маленький мир, в который мы всегда можем окнуваться. Это очень захватывающие разные приключения или что-то еще. Это помощь детям Донбасса и Луганска. И мы с радостью все хотим помочь. Девятилетняя Алена Урмакова передала детям Донбасса свою любимую книгу сказок. Девочка привыкла делиться тем, что нравится ей самой. Это моя любимая книжка. Я хочу, чтобы какая-нибудь девочка такого же возраста, как я, держала ее в руках и прочитала. После тщательной проверки содержания литературных произведений все собранные книги упакуют и направят в Ростов, а затем детям Луганска и Донецка. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.